у меня пока там сбой небольшой то я думаю можно начинать да и так добрый вечер всем и доброго времени суток для тех кто как говорится не в израиле не в европе а в сша представляем вам нашего дорогого друга товарища доктора аре марголина которого вы могли уже узнать по нашему журналу по разным видео которые публиковались у нас на канале и на сайте еврейком на разные темы в том числе с начала кризиса коронавируса вы могли найти разные его видео на на тему как поддерживать здоровье в течение этого первого кризиса первого даже карантина который был в израиле и добрый вечер и доброго времени суток и очень приятно пожалуйста доктор и расскажите немного про себя думаю для тех кто еще не знает или хотел бы познакомиться еще больше спасибо большое во первых и лезер огромное вам спасибо и каналу офицкой мы журналу и конечно равно или я уэссу который просил нас и поддерживал нас с начала этого кризиса делиться тем что мы знаем и стараться давать конструктивную информацию людям и я понимаю что вы проделали много работы и большая часть этой работы делается энтузиастами и это важно сказать когда обсуждают прививки такой политизированный к сожалению аспект первых я должен сказать что у меня нет никаких коммерческих интересов в этом я не получаю деньги за эту трансляцию никогда не получал деньги за те видео которые я делал у меня нету связи с компаниями которые делают эти прививки даже я провел в моей пенсионной программе я живу в сша нет этих акций есть только акция джонсон джонсон мне сказали меньше двух процентов но это никак не влияет на то что я говорю а я очень важно сказать что я не могу знать каждого слушателя не могу давать указания врача и давать однозначно говорить людям делать так или делать по-другому я делюсь своим опытом общей медицинской информацией насколько я это понимаю и каждый раз конечно когда есть медицинские проблемы консультируйтесь со своим врачом что могу сказать о себе я врач здесь в клевленде в коламбусе ухаю я учился в израиле сделал программу md phd и поэтому я думаю что это имеет некоторое отношение потому что нас учили читать статьи анализировать статьи понимать как проводится исследование я после этого сделал специализацию в двух областях медицины у меня есть два accredited boards и потом саб специализацию у меня есть несколько публикаций и две монографии и с начала этого кризиса я старался следить за тем что происходит через конечно пабмед через результаты исследований через мой личный клинический опыт мы сделали небольшую публикацию в июне и кроме того я есть вы знаете что есть канал связи такой между врачами называется в умиди че по зуму можно можно по зуму получать видеозаписи лекции лучших специалистов со всего мира и кроме того я использовал канал 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 диджей медикал дайджест и вот я перед вами отвечаю на ваши вопросы прекрасно спасибо и конечно же хотелось бы начать сразу с актуального из первого вопроса почему вообще нужны вакцины почему именно такой способ выбран вообще мировым сообществом для решения данного кризиса решения данной эпидемии почему допустим не разрабатывают те же крупнейшие компании медицинские лекарства вообще если лекарства если смысл в таких лекарствах очень обширный вопрос я начал начать с вакцины это довольно легко ответить считается что за последние я бы сказал 200 лет или 150 лет больше всего человеческих жизней особенно если мы говорим о детской спиртности были спасены путем массовой вакцинации населения задумайтесь больше всего жизни причина очень простая тяжело лечить болезнь лучше ее предотвратить особенно когда речь идет о вирусах как вы знаете антибиотики не работают против вирусов я отдельно упомяну почему употребляют антибиотики группы эритромицинов или например азитромицин при этой заболевании по крайней мере есть такое мнение но антибиотики не работают против вирусов поэтому когда вы идете когда у вас речь идет о вирус вирусной пандемии вы хотите ее предотвратить предотвратить вы ее можете с помощью вакцины или вы хотите усилить иммунитет и мы говорили о наших видео что можно сделать или использовать уже существующие лекарства у которых может быть побочная антивирусная активность и я в итоге хотел упомянуть такое лекарство как айвермектин айвермектин это лекарство против глистов необычно кстати очень интересно у тех кого есть собаки знаю что их дают собакам их дают овцам а для борьбы с глистами начиная это было в нашей статье кстати в июне возможно у этого лекарства есть антивирусные как бы фичес и есть какие-то антивирусные свойства недавно было довольно большое клиническое исследование в египте интересно помна 4000 больных которые показали позитивные результаты то очень недорогое лекарство это не значит что она вылечивает всех это значит что она может вам помочь если другие лекарства и может быть мы поговорим про них позже спасибо тогда естественный вопрос как же эта вакцина действует и в чем как бы глобальном смысле разница между вакцинами мы слышим о вакцинах российского производства и у нас в том числе есть очень много людей которые живут на постсоветском пространстве где еще не понятно когда будет сама вакцинация либо она достаточно урезанная либо как это часто бывает за большие деньги человек может получить вообще в чем разница между допустим спутник 5 между файзер между модерна и другими вакцинами в том числе которые возможно разрабатывают каких-то финальных стадиях относительно в израиле в чем разница в чем в чем их преимущество в чем какие-то недостатки на ваш взгляд я начну с первого первый вопрос первым как говорили наши мудрецы а для людей постсоветского пространства прежде всего я должен хотел хочу вам сказать что независимо от вашего финансовой ситуации и там так сказать условия в которых вы находитесь можно провести неплохую работу чтобы усилить мой иммунитет ваш иммунитет посмотрите на моё видео как защититься без рецепта врача оно было сделано в мае и июне и за это время мне показалось что в общем в общем оно подтвердило себя я бы только хотел вам показать такую простую вещь как цинк вот у меня есть мега цинк цинк стоит копейки он везде есть я уверен что в постсоветском пространстве тоже нужно примерно 25 миллиграмм в день лучше его использовать вместе с тем что называется кварцетин по крайней мере на ограниченное количество времени после трех месяцев нужно посоветоваться строить и подожать кварцетин цинк можно брать как жидкость например для детей например 10 миллиграмм можете посоветоваться с педиатром вместе с старым хорошим витамином c и кстати старый хороший витамин c рекомендует употреблять если вы решаете делать вакцинацию может мы поменим почему и мы используем витамин е как русская и опять же нет так сказать ясных рекомендаций а так как я невозможно брать столько много сапплиментов каждый день что-то не забывать я например беру где-то тысячу юниц раз две три недели витамина е и конечно здоровый образ жизни как мы говорили усиливать свою иммунную систему вот зарядки до нормального питания не злоупотреблять алкоголем и кстати помните старый добрый контрастный душ шарко или его если у вас нету контрастного душа шарко вам просто можете взять кружку от натилат ядаем или кто не знает что это такое просто любой сосуд лучше пластиковый чтобы было безопасно пойти под горячий душ и вылить под горячим душем на себя прохладную или холодную воду вот этот контраст усиливает вашу иммунную систему это первое усиливайте вашу иммунную систему вакцинируетесь вы не вакцинируетесь ам всегда хорошо иметь сильную иммунную систему это первое а второе почему как чем вакцины отличаются опять же я очень коротка так сказать голубым по европам а начиная с вакцины от оспы принцип работы вакцин был что вы берете какой-то патоген например Например, вирус или его часть, белки, например, денатурируете, как-то ослабляете, называется attenuated, ослабленный патоген, и вкалываете его человеку, и иммунная система распознает его как патоген и вырабатывает антитела и так защищается от вируса. Это, как вы знаете, сработало от ОСПы, и это просто небольшое отступление моей, так сказать, крупицы знаний еврейского, закона еврейской мысли. Уже тогда это обсуждалось, и уже тогда были опасности, и были ни про кого-нибудь сказаны даже жертвы от этой вакцины. И, в общем, раввины смотрели на это положительно, потому что мы должны делать все, что мы можем, естественным путем, чтобы защитить себя. Теперь, когда шли годы, развелось несколько путей разработки вакцин. Классический путь, например, взять, синтезировать протеин, белок. Например, вакцина тетанус, по-моему, дифтерия. Это синтезированный белок, и они работают десятки лет, наверное, разработано было очень давно. Проблема в том, что когда вы синтезируете белок, если вы вспомните среднюю школу и даже покопаетесь в интернете, белок не так просто синтезировать. У белка есть первичная структура, вторичная, третичная, как он в пространстве. И иногда он состоит из более одной единицы. Например, классический спайк протеин коронавируса – это белок, состоящий из трех единиц. Тримерик. Это не так просто синтезировать. Не так просто синтезировать, а занимает время. Технически намного проще синтезировать кусок, отрезок mRNA. mRNA – это генетическая информация, mRNA. Это называется по-русски, которая дает команде рибозомии, это такая органелла в клетке, синтезировать белок. И это было сделано двумя компаниями – Pfizer и Moderna. Как мне кажется, они усилили этот mRNA, чтобы он не распадался. И его колят в мышцу, в мышечную ткань. И мышечные клетки или, может быть, другие клетки получают этот mRNA и синтезируют белок, спайк протеин, белок, к которому прикрепляется вирус. И он распознается иммунной системой. И она, соответственно, вырабатывает антитела. Теперь, конечно, в этой схеме есть одна проблема. Вам нужно затолкнуть этот mRNA внутрь клетки. И для того, чтобы, как вы знаете, клетка покрыта липидной мембраной. Поэтому, кстати, у нас та же проблема, как затолкнуть цинк. Цинк – это металл. Как вы его через липидную мембрану затолкнете? Поэтому вам нужен айонаформ. Может быть, кварцетин или, я не буду даваться за и против, если вы за клорокуин, ядроксиклорокуин, то, может быть, клорокуин вместе с цинком. Или, может быть, айвермектин вместе с цинком и т.д. Но что-то должно этот цинк затолкнуть, иначе вам нужны большие дозы, и эффективность очень невысокая. То же самое с этим mRNA, как вы его затолкнете в клетку. Поэтому эти компании сделали липидный, или, как они говорят, butter, какие-то подмасленные, если так можно сказать, наночастицы или какие-то маленькие капельки, в которых есть это mRNA. И тут всегда возникает вопрос, а что еще в этих капельках, из чего они сделаны? Теперь я послушал выступление доктора Кротти, который считается одним из ведущих специалистов США, и вот стирал доктор Фаучи перед американскими законодателями. Он уверял, что кроме mRNA ничего туда не было добавлено. Например, есть вакцины, в которые добавляют алюминий, ртуть. Но после этого я увидел, что были алюминические реакции на эти вакцины, связанные с полиэтиленгликолем. PEG – полиэтиленгликоль. Теперь, может быть, доктор Кротти имеет в виду, что не было добавлено никаких металлов, как алюминий, ртуть, а полиэтиленгликоль был необходим для создания этих капель. Теперь это звучит очень пугающе, полиэтиленгликоль, но я вам должен напомнить, что каждый человек, который проходил колоноскопию когда-то или будет проходить, ему дают или просто ни про кого-нибудь сказано, у него были, извините, запор. Он принимал Миралакс, по крайней мере, в Америке. Очень распространенное лекарство от запоров – это полиэтиленгликоль или его форма. Интерферон, многие таблетки, клизмы и много еще чего включает полиэтиленгликоль, и поэтому человек может быть аллергичен полиэтиленгликоль. У него может быть аллергия, но само по себе это не является фактором за и против вакцины, на мой взгляд. Эта вакцина быстро разработана, учитывая, почему это так быстро. Во-первых, это легче сделать. Во-вторых, опять же, я послушал несколько лекций, и все лекторы сказали такую фразу, она лучше звучит по-английски, «there are problems that can be solved by money». Есть проблемы, которые деньги решают в Америке, и поэтому, так как федеральное правительство США и еще, я не знаю кто, дали им кучу денег, и поэтому не нужно было волноваться, что, как обычно при разработке вакцин, что вы разрабатываете первый этап, потом вы пытаетесь добрать деньги на второй этап и доказать, что то, что вы делаете, это правильно. Здесь им дали кучу денег, деньги не проблема, и поэтому они не ждали и двигались очень быстро. Теперь, как люди отмечают, есть два момента. Первый момент – эти вакцины действительно вызывают хорошее уровень антител. Есть несколько вопросов. Первый вопрос – почему мы уверены, что антитела действительно защищают от этого вируса? Я так не хочу задавать там мудические вопросы, но можно задать такой вопрос. Например, очень просто сделать вакцину от HIV, помните, СПИД по-русски, да? И очень хорошие антитела будут, но от вируса они, как вы догадываетесь, не очень защищают. Так вот, прежде всего было исследование, опять же, доктор Кротти показал, что, насколько мы знаем, антитела, да, должны защищать от вируса. Насколько долго длится эта защита, не до конца понятно. И я это скажу очень, так сказать, по крайней мере, мне. Почему не до конца понятно? Потому что не до конца понятно, сколько длится иммунитет после ковидной инфекции. И есть вакцины, которые защищают лучше, чем сам вирус. Например, вакцина от вируса папиллома, она защищает лучше, чем сама инфекция, но не защищает, дает иммунитет. Но, с другой стороны, есть вакцины, которые защищают хуже, чем сам вирус. Например, инфлюенса, грипп. Грипп, вот к этому, если вы заражаетесь этим, так сказать, штаммом вируса гриппа, то у вас будет иммунитет очень долго, а вакцина не действует так долго. Что будет с вакцинами ковида? Это открытый вопрос. Я думаю, что они, да, защищают. Сколько длится защита, не до конца понятно. Поживем, увидим. Что мне понравилось, это то, что FDA ждала два месяца, прежде чем дать разрешение. Два месяца они следили за тысячами людей. По разным оценкам, от 44 тысяч до 70 плюс тысяч людей в первой группе, это довольно много, которые получили эти дозы. За ними следили два месяца. Почему два месяца? Потому что они считают, что если за два месяца у вас не появляются какие-то серьезные побочные эффекты, скорее всего, они не появятся. Почему два месяца? Они там не один, а не четыре. Так они сделали на основе анализа статей. И они ждали эти два месяца, несмотря на большое политическое давление, как можно быстрее сертифицировать вакцины. И они не увидели никаких серьезных побочных явлений. Поэтому можно предположить, что эти вакцины работают, Pfizer и Moderna, по крайней мере, на уровне антител. И мы не знаем, мы не видим каких-то явных серьезных побочных эффектов. По крайней мере, так это было представлено. Но, как правильно совершенно говорят скептики, мы узнаем, мы будем умнее через год, через два. Мы не следили за этими людьми год или два, поэтому мы не знаем. И поэтому, как это моя область, я занимаюсь другими вещами, но в моей области очень важно, например, называется Risk and Benefits. Нужно оценивать риск и пользу. И с вакцины нужно всегда оценивать риск. Заразиться ковидом, риск вируса и пользу вакцины. И, видимо, большинство людей, по крайней мере, пожилых, консенсус состоит в том, что польза вакцины переведет риск вакцины и риск заражения вирусом. Да, теперь мне тут говорят, вот я вижу, появляются в чате вопросы, на ком тестировали, что это были за люди. Тестировали на довольно разношерстной группе людей. Особенно Модерна. У них была более разнообразная группа тестируемых. А в нее Модерна опубликовала, что там были и диабетики, и люди с хроническими заболеваниями. Я думаю, что Пфайзер это подразумевал. Интересно, что Пфайзер сказал, что он не тестировал это на молодых женщинах, особенно беременных. И хотя был случай, что, по-моему, женщина забеременела во время испытаний, и, как они говорят, не было побочных явлений. Модерна ничего не сказала, но мое предположение, что они тоже не тестировали. Теперь есть несколько последних дней публикаций из Норвегии, и просто вот не раскрывая источников, мы слышали, что в домах-престарях в Израиле люди, которые не могут ходить, холим-сиудим. У них, да, они переносили вакцину тяжело. И, видимо, были какие-то побочные явления. Например, поднимался сахар у диабетиков, может быть, были аритмии. Но это были очень тяжелые, больные, прикованные кровати. Вопрос, опять же, какой риск у них был заразиться вирусом, и какой риск у них был бы не пережить вирус, если бы они заразились. И этот вопрос открыт. Теперь о русских вакцинах. Я понимаю, что или тех вакцинах, которые могут быть доступны в России. Прежде всего, я начну с китайской вакцины. Она, по-моему, называется Коронавакс. Китай, насколько я понимаю, использовал ослабленный вирус. Это классическая технология. Из опыта Бразилии, который купил у Китая эту вакцину. И, кстати, я должен сказать, что экономика, конечно, играет роль. BBC передал, что одна доза Модерна стоит 25 фунтов стерлингов. Pfizer, по-моему, 15 фунтов стерлингов. Вы можете сами это перевести в любую валюту, которую хотите. А Оксфордская вакцина, которая является более дорогой версией российской вакцины, и, так сказать, более проверенной, 3 фунта стерлинга. Сколько китайская стоит, там не говорили, но она намного-намного дешевле. И российская вакцина, я не знаю, сколько она стоит, где она сертифицирована, она намного-намного дешевле. Это не значит, что она обязательно хуже, но это значит, что ее производство и хранение намного дешевле. Так вот, в Китае была очень дешевая вакцина, которая якобы обещала 90% защиты. Ее испытали в Бразилии, обнаруживая только 50% защиты. Это не очень много. Это, так сказать, не нужно, так сказать, это лучше, чем ничего, конечно. И это немало, но это не то, что говорили в Китае. И была публикация, что якобы китайская компания дала взятку за то, чтобы ее сертифицировали ускоренным образом. Это то, что было, так сказать, в средствах массовой информации про китайскую вакцину. Российская вакцина, она в чем-то похожа по принципу... Я об этом говорил в предыдущих видео, я не буду повторяться. Она в чем-то похожа на оксфордскую вакцину по своему принципу, и она похожа на Джонсон и Джонсон вакцину. То есть используют аденовирусы. Это вирусы легких респираторных заболеваний, в которых заменяют, так сказать, как кто-то сказал, один из лекторов, берут машину, выкидывают из нее двигатель и сидение, и новая начинка, но она снаружи выглядит как машина для иммунитета, для иммунной системы. И поэтому, так сказать, она не опасна, если можно использовать такое сравнение. Или, как я приводил сравнение в предыдущей дискуссии, если вы берете пистолет и меняете в него магазин, то вы можете намного быстрее это сделать. Вы используете ту же платформу, как говорят оружейники. Поэтому в России, по-моему, взяли вакцину для Эболы и поменяли там магазин, поменяли заряд на вирус ковида. И идея хорошая. В общем, я только могу, так сказать, похвалить идею, если, так сказать, моя похвала кому-то важна, а мне она нравится. В чем проблема? Проблемы были в том, что утверждали, что не было прозрачности, не были опубликованы все данные при сертификации вакцины, были подозрения, что ее ускоренность сертифицировали, чтобы быть первыми. И просто такие, так сказать, были ученые, которые писали, что там необычно как-то совпадали уровни антител в статье, которую они опубликовали в Лансете, не ответили на их вопросы. И даже с точки зрения, так сказать, здравого смысла мы не видели все российское правительство, которое получило «Спутник-5» перед камерами, по крайней мере, я не видел. И еще одна идея – это то, что, в принципе, с бизнес-точки зрения было, как писали в декабре, и англичане, и российские специалисты, был бы смысл скомбинировать оксфордскую вакцину и российскую вакцину. Да, они работают похоже, это бы усилило, аугментировало одно другую. И, так сказать, открыло бы новые рынки, экономически выгодно, и, так сказать, почему нет? И мощности бы они совместили. Но этого не произошло. Я не знаю, почему этого не случилось. Мы знаем, что российскую вакцину используют в России, используют на территориях. Часть арабских муниципалитетов используют, может быть, в других странах. И поэтому я надеюсь, что скоро мы об этом узнаем. Я вижу, тут появился вопрос, возможно ли повторное заражение после вакцины. И это зависит от того, сколько мы считаем длиться иммунитет к этой вакцине. То есть, если иммунитет ограничен, то заражение после вакцины возможно. Например, если вы получили вакцину от гриппа, и она длится год, допустим, и прошло год, там, четыре месяца, и у вас тот же вирус гриппа, вы можете им заразиться. Но если вы получили вакцину, и она длится года или десятки лет, как, например, тетанус или корь, то повторное заражение невозможно. И только время это покажет. Спасибо, Рия. Такой вопрос. Достаточно болезненный. Побочных каких-то вещей. Это во многом, кстати, останавливает и молодых женщин, потому что тут, там, мы видим информацию о том, что, возможно, это приводит, не дай бог, к бесплодию, или другие всякого рода страшилки, которые мы не доказаны, естественно, не опровергнуты на данный момент. Какие, на ваш взгляд, исходя из вашего опыта, есть побочные эффекты, скажем так, как из известных на данный момент вакцин? Что может с человеком произойти, вот, получив первую дозу, вторую дозу, хотя не так много уже получено вторых доз вакцин, допустим, в той же фазе, но чего ожидать? Хороший вопрос. Во-первых, прежде чем я говорю о вакцинах, я скажу, что у меня, к сожалению, был некий опыт общения с людьми, которые заболели вирусом или страдали после вируса побочными явлениями. И не забывайте, опять же, всегда это risks and benefits. Вы должны смотреть на альтернативу. Не забывайте, что у вируса могут быть побочные явления, и они могут продолжаться, особенно у пожилых людей, у тех же людей с хроническими заболеваниями. И у меня не было опыта лечения беременных женщин, это не моя специальность, но вирус, они заболевают вирусом, и вам нужно посоветоваться, что опаснее в такой ситуации. Какой шанс у вас заразиться вирусом, и что опаснее. Теперь, как я сказал, давайте начнем с беременных женщин, они не были включены в испытание вакцин. Я бы оставил этот вопрос открытым. Это решение, которое должно быть принтеррационально, посоветовавшись с вашим врачом, может быть, другими советниками, например, с Равином, или другим человеком, которого можно посоветовать, стоит это делать или нет. Я думаю, что нужно честно сказать, что есть вещи, которые никто не знает. Опять же, официальная позиция Американской Академии Репродуктивной Медицины, что наоборот, что у вакцины меньше риска, чем у вируса. У меня нет на этот счет опыта. Я не видел исследований. Это то, что я читал. Про всех других. И меня тут спрашивают, как Равин может посоветовать. Равин может посоветовать, если... Нету достаточной информации. Есть, я только скажу, в Талмуде такой принцип сапфек, сомнения и водай, и сфек, сфека. Полное сомнение, не полное. Я не буду в это входить, но есть... Очень часто в жизни мы принимаем решения, даже в большинстве случаев, когда у нас нет полной информации. И почему нет? Равин, конечно, не врач, как вы говорите, но когда врачи, не знают... И я, кстати, говорил это в прошлый раз, наши мудрецы сказали, что мы должны приучать наш язык говорить, я не знаю, когда я не знаю. Так вот, мне кажется, что если бы и врачи, и власти во многих странах это бы говорили с начала эпидемии, и создавали бы впечатление того, что полное, как говорят, транспаренци, что они абсолютно честны, и говорят только то, что они знают, то было бы меньше теории конспирации и всего того, что мы видим сейчас в политических проблемах, и т.д. Так вот, это то, что я хочу сказать, что если не знаешь, не знаешь, и тогда нужно принимать решения на основании того, что есть, и альтернатив. Теперь, то, что я видел, это даже не побочный эффект, я просто хочу объяснить, что вакцина должна действовать. Для того, чтобы вакцина должна действовать, белок должен распознаваться иммунной системой, он синтезируется и позируется на мембране клеток вместе с инъекцией, поэтому я бы ожидал и считал это как раз бы положительным развитием событий, если есть несколько небольшая, так сказать, тенденос, чувствительность или даже отек или даже небольшие болевые ощущения вместе с инъекцией или даже небольшое поднятие температуры как легкий грипп на пару дней. Я бы считал, что это нормально, это ожидается. Опять же, для людей, которые, так сказать, особо статья, как мы говорили, например, Хулим Сиудим, люди в инвалидных колясках, прикованные к постели, очень пожилые, вы сами это знаете, кого я имею в виду, тяжелые хронические заболевания, конечно, это нужно взвешивать. Теперь, еще один вопрос, который остается открытым, как насчет людей, у которых был вирус, как их можно вакцинировать, официальная позиция, что им нужно вакцинироваться, я слышал, что иногда люди ждут три месяца, иногда люди ничего не ждут и прямо идут вакцинироваться. Официальная позиция, что нужно вакцинироваться, возможно, если у этих людей есть антитела, и вы даете им вакцину, у них может быть больше немножко поднятия температуры и такие ощущения. Нет статей, нет данных на этот счет, но это нужно учитывать. Особо статья – это аллергики. Если у вас есть аллергия, то, конечно, вам нужно быть очень осторожным. Но я вам должен сказать, что ни про кого-нибудь сказано, люди попадают в отделение больницы, даже в реанимацию, если у них есть аллергия на орехи и на что угодно, на любые лекарственные препараты. И в этом смысле вакцина не выделяется. Спасибо. Такой вопрос. Нужно ли делать прививку молодежи? Есть ли какие-то рекомендации насчет возраста? Допустим, даже в самый разгар вспышки, по крайней мере, в Израиле, наверное, за границей немножко по-другому, но, допустим, детям до определенного возраста не рекомендовали носить маски или даже не заставляли, точнее, надо сказать, носить маски. Есть ли какой-то возраст, который более необходим? Ну, конечно, есть. Спасибо за вопрос. Конечно, люди более пожилые, да, и если вы посмотрите, как развивается вакцинация, то это отвечает наш вопрос. Например, в Америке началась стадия 1B, и она начинается с людей старше 80 лет, потом старше 75, 70, 65, 60, иногда идет дальше. Люди старшего возраста, у которых есть больший риск вируса, конечно, им нужно подумать про вакцинацию в первую очередь. Молодые люди, зависит от их обстоятельств, не забывайте, что были и молодые люди, которые попадали в реанимацию с этим вирусом и развивали тяжелые побочные эффекты, просто это не так часто, это довольно редко. Официальная позиция CDC, по-моему, и FDA в Америке, что в Америке нельзя не вакцинировать сейчас на данный момент до 18 лет, в Израиле, по-моему, до 16 лет, просто потому, что нет исследований. Я не видел четких указаний на российской вакцине, но я думаю, что это примерно они похожи. По двум причинам. Я думаю, что может быть нет достаточно данных или просто нет достаточно вакцины, поэтому этот вопрос не релевантен. Поэтому сначала вакцинируют тех, кто, так сказать, находится в группе риска. вы немного ранее рассказывали про PGE, если я правильно это произношу. ПГИ, полиция вакцинах, да. Сара из Майами, она задавала вопрос еще заранее. Насколько вот этот состав или часть состава вакцины, допустим, тоже Pfizer, при том, что мы знаем, что она хранится при минус 70 градусах, насколько я знаю, у нее короткий срок действия после разморозки. Неужели этот состав, он похож на что-то типа антизамерзайку или почему именно вот такая температура должна быть для вакцины? То есть, это нормально в принципе для вакцинации, что вот именно такая низкая температура, что даже вот какие-то вот особые вещества вот эти вот используются. Опять же, мы об этом говорили, это новая технология, MRNK очень нестабильная молекула. Да, и даже, во-первых, MRNK есть везде. И если вы очень волнуетесь насчет как там искусственная какая-то генетическая молекула, как что с ней происходит, то я вам хочу напомнить, что очень много овощей, которые вы покупаете в супермаркете, это GMO, genetically modified. И в них есть и ДНК, и РНК, которые тоже подверглись какому-то влиянию. Это не наша тема, это не значит, я не, так сказать, не знаю, что я это одобряю, просто я вам говорю. Теперь для того, чтобы MRNK была стабильной, и, видимо, поэтому вакцину замораживают. Это добавка, как я сказал, это не добавка, необходима для того, чтобы эти nanoparticles были стабильными и пережили заморозку. Но это добавка, которая используется в очень много, в очень многих других, в очень много других лекарствах, включая даже базисное слабительное Миралакс. И может, у человека может быть к этому аллергия, нужно к этому трезво подходить. Например, модерна, это минус 20, и будущие вакцины, их не нужно будет замораживать. Есть даже вакцины, которые в будущем будут в комнатной температуре. Вакцина Johnson & Johnson и Oxford не нужны такие условия, поэтому я надеюсь, что у людей будет выбор. И еще, так как появился вопрос, я предпочитаю негенетически модифицированные овощи и фрукты, но это не всегда возможно. И просто я хочу сказать, что люди должны быть рациональны. большинство людей кушают генетически модифицированные овощи и фрукты и не паникуют, но когда mRNA для вакцинации им дают, они некоторые из них паникуют. Просто это то, что я хотел сказать. Спасибо. Такой интересный вопрос из Италии, у нашей постоянной, скажем, члену постоянной нашей общины, Ольги из Италии. Значит, она спрашивает, уже такой более такой раввинский вопрос даже можно сказать. Где та грань между тем, что вот с одной стороны мы, да, полагаемся на Всевышнего, это естественно, да, нет людей, которые не верующие, кто-то во что-то верит в любом случае. И, естественно, тому, что мы полагаемся на вакцину, на те или иные лекарства, то есть, где вот эта вот грань, насколько человек должен, скажем так, не терять эту грань веры, да, сегодня буквально, я так вкратце скажу, сегодня буквально вот одного раввина, с которым я учусь, я услышал, что иммунитет от слова иммуна, то есть, где вот это вот иммуна, где вот оно, как это правильно выработать в себе отношение к вакцине и, естественно, вера во Всевышний. Ну, во-первых, я не являюсь раввином, но из тех крупных знаний, которые у меня есть, я вам хочу сказать такую вещь. Мы говорим перед утренней молитвой, мы говорим в Таилим, в псалмах, коля-на-шаматэ-алель-ка, любая душа, каждая душа должна восхвалять Всевышнего. Мудрецы говорят в Медраше коля-на-шима-бэ-на-шима, за каждый вдох и выдох нужно быть благодарным Всевышнему, потому что все, что мы видим, просто мы привыкли к этому, солнце всходит, заходит, то, что мы называемся естественный порядок мира, это тоже не просто так и не случайно, то, что мы с вами сидим, разговариваем, мы в своем уме, у нас работает сердце, мы дышим, это не само собой разумеющаяся вещь и мы знаем, что, к сожалению, в нашем мире никто больше 120 лет не может, чего я всем и желаю, до 120 лет не может это, так сказать, задействовать и все, что мы делаем, мы, так сказать, получаем на это благословение свыше и Всевышний нам помогает это делать. Теперь есть две вещи, во-первых, как в Торе сказано, Раша это отмечает и Мудрецы, и Талмуд это отвечает, сказано Рапо и Рапе, нам дано право лечить и кроме того, я хочу добавить, что, если вы интересуетесь, есть такая Мишна в Тарактате с Псахим, там есть очень интересная Мишна, где рассказано, что был такой царь, Хискиягу и он Ганас Сеферфот, он гнеза, похоронил, избавился от книги Рефуот, какой-то медицинской книги, и мудрецы спрашивают, почему он это сделал, так вот посмотрите, я не хочу занимать много времени, потому что еще есть вопросы, посмотрите, что говорит Маймонит, посмотрите, что говорит Нахмонит, Рамбам и Рамбан, я вам только скажу, что Маймонит, Рамбам говорит, что есть люди, которые считают, что он это сделал, чтобы люди полагались на Всевышнего, но это не так, он это сделал, потому что люди учили из этой книги, как делать яды, а нам нужно абсолютно использовать любые естественные средства, которые есть в нашей, в нашем, так сказать, инструментарии, чтобы лечить себя, чтобы защищаться, и так же, как мы, он буквально говорит, что так же, как глупый человек только будет считать, что он будет сидеть на диване, ему упадет хлеб с потолка, он может умереть с голоду, потому что он сделал мир так, что мы должны сеять, жать, печь хлеб, а потом говорит Беркат Амазон, говорит Всевышнему спасибо за этот хлеб, то же самое и со всеми медицинскими развитиями, так сказать, технологическими новинками, новыми лекарствами, и Элла, я вижу, спрашиваю, у Элла есть какой-то вопрос, давайте на него ответим. Из того, что я вижу вопрос, уже много случаев, когда люди заболевали после прививки и даже умирали. Очень много пострадавших и в Израиле. Вакцина по определению делает, чтобы человек не заразился и не заразил других. Эти, в кавычках, вакцины не попадают под это определение. Что вы думаете на этот счет? Есть, во-первых, нужно, я буквально скажу одно предложение, со всем, что происходит сейчас вокруг нас и в Америке, и в Израиле, и с вакцинами, и вообще, очень сложно разобраться в том, что происходит. Я вам рекомендую, все, кто нас слушает, на любом доступном у вас языке по-наеврите, по-русски, по-английски, просто прочитайте восьмую главу книги Захария. Захарий, по-английски, Захария. Это один из малых пророков. И он там обсуждает такую ситуацию, когда непонятно, что происходит. Это было, когда евреи только пришли из вавилонского изгнания, и все выглядело, так сказать, не очень презентабельно, и было много проблем, в том числе и политических, и с безопасностью, каких-то финансовых. И он говорит, что людям любите правду и мир, гармонию. И он говорит про дзтака, про справедливость, про то, как мы говорим о других людях, видеть хорошее в других людях. И он говорит, что особые, так сказать, требования приливаются к тому, что он называет харкачо, людям, которые связаны, ассоциируются с кодыш. Как комментатор говорит, это куаним, это люди, которые ассоциируются с торой. Но вообще все люди, и если мы будем следовать этим простым правилам, то многое прояснится. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, люди после вакцинации умирают по двум причинам. Первое, бывают аллергические реакции. Они очень редкие, и, может быть, я примерно скажу, может быть, реакция, там, может быть, один человек на миллион, или на несколько сот тысяч, к сожалению, умирает от аллергической реакции. Может быть, это можно было предотвратить, если бы он проверился на компоненты вакцины, как полиэтиленгликоль. Но, с другой стороны, люди этого же возраста, которые, не дай бог, умирают от вируса, а это смертность, может быть, в 10 раз больше. Вторая группа людей, которые умирают от вакцины, это люди после первой вакцинации, которые, к сожалению, еще не развили иммунитет. Это не проблема вакцины, это проблема иммунной системы человека. И, опять же, мы возвращаемся, так сказать, у меня как припев такой, что усиливайте свой иммунитет. Вакцина, это просто, как я говорил в прошлый раз, это просто новая система вооружения, которая дается вашей армии, которая называется иммунная система. И если Армения дисциплинирована, плохо обучена, плохо, извините меня, накормлена, экипирована, то вы можете дать ей самую лучшую систему вооружений. Но если там пьянство, дедовщина, нет дисциплины, то результаты могут быть не очень хорошие. И я даже еще скажу, что может быть даже какая-то что-то, кто-то даже выстрелит не туда и т.д. Просто после первого укола вероятность развития антител 50%, то есть 50% у вас не будет иммунитета, и вы можете получить вирус. И даже после второй прививки может занять какое-то время, CDC говорит, даже несколько недель, пока у вас разовьются антитела, и вам нужно принимать меры предосторожности. И даже если у вас будет иммунитет, есть вероятность, что вы можете переносить вирус другим людям. Это неизвестно. Мы узнаем об этом в будущем. Теперь я еще хочу сказать, что есть несколько утверждений, которые я видел у многих людей, которые критикуют вакцины, которые сразу показывают, что вы общаетесь с шарлатанами. Одно из них это то, что вам модифицируют генетический код. Это совершенно невозможно с точки зрения биологии. И я слышал это на нескольких линках, я даже не буду их упоминать. И казалось бы, люди знают, например, об аллергии, о добавках, но они говорят, вот вам дают какую-то генетическую информацию, она вас модифицирует. Это невозможно, потому что РНК не может перейти в ДНК, РН не может перейти в ДНН, это одна из догу. Вторая известная вещь, вас обманывают, это грипп, это что-то похожее на грипп, просто тяжелый грипп, и на вас все нагружают, хотя нет медицинских показаний. Это ложь, это просто ложь, потому что я знаю по США за 10 месяцев последних прошлого года количество смертей от вируса больше, чем в 10 раз, в 11 раз больше, чем от самого тяжелого гриппа в предыдущем году. Я уже не говорю по количеству госпитализаций, то есть если мы думаем, что вообще нельзя никому верить, то тогда не о чем говорить. Но я не думаю, что эта информация неправильная. Я думаю, что это тяжелая болезнь, мне говорят, что 99,9% выживают от вируса, я не уверен, может быть и так, но опять же мы говорим о группах риска, если вы берете людей старше 75 лет и опять же мы можем там спорить о каких-то цифрах, но смертность может достигать 10% и выше, старше 80 лет еще выше, да, у людей и группы риска, сердечно-сосудистые, заболевания, диабетики, люди с плохой иммунной системой, смертность может быть достаточно высока. но если возьмете общую популяцию, так сказать, общее все население, то смертность может быть невысока, но так сказать, мы живем в человеческом обществе, мы не хотим подвергать риску слабых и старых членов общества. Продолжая тему как раз здорового питания, вот тут вопрос был про витамин С, витамин С, который способствует сгущению крови от нашего постоянного читателя, автора Людмилы из Москвы, человека, который, насколько мне известно, по переписке с ней уже не молодой человек, и она спрашивает, что еще отягощает эту, как она выразилась, заразу, рекомендует ли принимать аспирин, и, кстати, продолжая тему аспирина, недавно я говорил с Рафесесом тоже на тему вакцинации, он сказал, что даже у аспирина, допустим, есть 22 перечня, скажем, побочных эффектов, которые могут быть возможны, то есть это не всегда однозначно, что даже простые таблетки, которые принимаются в разном возрасте, даже на них могут быть от них последствия, то есть продолжая тему здорового образа жизни, что еще нужно укреплять, как нужно укреплять, в зависимости от, опять-таки, возьмем Россия, постсоветское пространство, на что людям уделять внимание, и еще один такой вопрос, да, говорят, что сама вакцинация тоже требует после этого ношения масок, то есть человек может быть переносчиком вируса, а не опасно ли это, будучи уже вакцинированным, человек может быть переносчиком вируса, сам того не зная, где вот эта грань, курица, чтобы с одной стороны ты вакцинировался, вроде бы уже все хорошо, но с другой стороны думать о другом человеке, где вот эта грань, насколько это актуально и сколько это может длиться еще после того, как пройдет данная опасность, вот такие вот два вопроса. Да, на самом деле больше, чем два вопроса, во-первых, на второй вопрос, да, может переносить вирус, да, скорее всего может быть опасность не для него, но для других невакцинированных людей, и поэтому нужно носить маску, может быть, может не быть, мы не знаем, пока мы это не увидим, я еще хочу сказать всем, кто говорит, что, а работает ли это нужно, чтобы был herd immunity, чтобы большая часть населения в данной местности выработала иммунитет к этому вирусу, какой процент никто не знает, то, что говорят 70%, это делает экстраполяцию из эпидемии кори и таких вещей, пока этого не произойдет, да, есть опасности, нужно, видимо, ходить в маске, и я всегда говорю, что вакцина, опять же, идет война, да, с вирусом, давайте такую аналогию используем, и любое новое вооружение, да, танк Т-34 был большим прорывом, но просто одним танком Т-34 нельзя было выиграть войну, нужны были там и самолеты, и там пехота, чтобы была в хорошем состоянии, и все это вместе по комплексному методу, как укреплять себя, смотрите видео на русском языке на канале хаффетсхайм на еврей.com, я не буду их повторять, но это должна быть комплексная программа, опять же, здоровое питание, 20 минут зарядки, разумные саплименты, витамин С, насколько я знаю, опасность состоит в том же, если у вас есть оксалатные камни в почках, вам не нужно его принимать, если вы принимаете хемотерапию, не нужно его применимать, теперь я не говорю о мегадозах, я никогда их не использовал, не рекомендовал, один грамм в день, до двух грамм в день, я не видел проблем, но опять же, посоветуюсь своим врачом, вы совершенно правильно сказали про микротромбозы, это действительно опасность, я знаю, что, например, есть протоколы в разных частях света, от Новосибирска до Египта, где используют разжижители крови, как low-molecula weight yaparin или eloquist, и, возможно, аспирин или плавикс, или что у вас есть, имеет смысл принимать, но не принимать непрофилактически, если, не дай бог, у вас есть подозрение на вирус или вирус, потому что просто разжижать себе кровь тоже опасно, может быть, геморрагический инсульт, могут быть другие последствия, кровоизлияние в различной ткани, или, если, не дай бог, вы разжижаете себе кровь, и вы упадете, поскользнетесь на льду, ударитесь горовой, это может очень плохо закончиться, поэтому есть риски и так, и так, и я должен сказать, что в свою туманную молодость, я, когда я делал стаж в Израиле, я много времени провел в приемном покои, потом сделал два года то, что называется internal medicine, и поэтому мне это очень-очень знакомо и близко к сердцу. Я бы хотел еще, и тут кто-то мне сказал, что они не верят, что нужно носить маски после вакцинации, это по-прежнему рекомендация CDC, по крайней мере, сейчас, опять же, не для вас, это для защиты других людей, а в каком объеме, как и где носить, это больше относится к регуляторным властям, я не буду в это входить, я хочу показать вам вот этот саплимент, называется NAC, эноцетилсостеин, есть мнение, что через интеракцию с форм-вилибранд фактором он может быть положительно влияет на или помогает от рисков во время пандемии, или при заражении вирусом, или вы не забываете, что есть синдром после вируса, если у вас вирус прошел, вы выжили, как здесь говорят, там высокая шанс, что вы выживете, вы выжили, но у вас, я видел людей, у которых есть проблема с памятью, нарушение регуляции температуры, усталость, сонливость, и это, в общем, так сказать, посмотрите на интернете, это описано, постковидный синдром описан достаточно хорошо сейчас, это, к сожалению, бывает, этот саплимент рекомендуют принимать, если у вас нет к нему аллергии, опять же, проверьте, к нему может быть аллергия, и есть люди, которые рекомендуют это принимать во время переда, во время вакцинации тоже, и я еще хочу упоминать, я посмотрел на ютубе разные материалы про вакцину, некоторые вещи, некоторые вещи, которые там говорят, так сказать, как я сказал, мне показались странными, но некоторые вещи мне показались правильными, одно из них, это то, что, если вы, да, опасаетесь добавок вакцину, и я, опять же, ничего не знаю про русскую вакцину, что они могут добавлять, и тем более про китайскую, я бы принимал то, что называется келяторы до и после вакцинации, самый простой и безобидный это таблетки хлорела, спирулина, вообще замечательная вещь, хлорела выводят тяжелые металлы из организма, например, у меня, к сожалению, много пломб, часть пломб еще сделана очень давно, и в них есть тяжелые металлы, и поэтому это выводит из организма, насколько я знаю, совершенно безобидная вещь, и, как вы сказали, витамин C, NAC, такие вещи, это то, что на мой взгляд разумно принимать. Спасибо. Дорогие друзья, у кого есть сейчас вопросы, пожалуйста, я сейчас включу микрофоны, и опять-таки, да, просьба уважать друг друга, и сколько у нас по времени есть, постараемся ответить на ваши вопросы. Секунду. да, пожалуйста, можно попробовать отключать микрофоны, точнее, включать микрофоны. Здравствуйте, беспокоит вас Михаил из Москвы, спасибо большое за все нюансы. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Да, да, слышно. Ага, я написал, в принципе, вопрос более детальный в комментариях, в чате. К сожалению, речь идет о моих родителях, которые имеют довольно-таки серьезные хронические проблемы. У мамы такая сейчас стадия пост-реабилитации после рака в крестце, у нее проблемы с костями, она прошла химиотерапию, ну, вроде бы, скажем так, Баруха Шем процесс, по крайней мере, не купирован, и у папы у меня проблемы с тромбозом, у него два стента, но тоже в такой стабильной ситуации, это уже у него там на протяжении трех лет. Вот не могли бы вы более точечно сказать вакцинация для таких хронических ситуаций конкретных, насколько она в каждой ситуации критична, более или менее критична, и на что нужно обращать внимание, возраст их 83-74 года. Спасибо большое. Вопросы. Еще раз мне очень приятно, у меня осталось много воспоминаний о Москве, я же хотел туда ехать до пандемии. Что вам сказать? Как я рекомендую на это посмотреть? Во-первых, как вы правильно указали, в такой ситуации есть риск у вакцинации и есть риск не вакцинироваться. Давайте начнем с риска не вакцинироваться. Это зависит от того, насколько быстро распространяется вирус в вашем городе, в вашем районе, есть ли у вас новые вот эти штаммы и будут новые штаммы, к сожалению, я полностью это понимаю и, к сожалению, есть вопрос, будет ли вакцина защищать от этих новых мутаций. Я надеюсь, что да или частично потому что все вирусы, понимаете, какую бы вы машину не строили, у нее должны быть колеса где-то и какой бы вирус не мутировал, им нужно как-то присоединяться к рецепторам и поэтому эти спайт протеинс, эти протеины, которые вот так, из-за чего он называется корона, они всегда у него будут в той или иной форме и я надеюсь, что антитела довольно общие и они будут защищать. Теперь вопрос все равно какой шанс инфицироваться насколько квалифицированная помощь врачебная доступна и ваши врачи, я уверен, что их ведут врачи в Москве, они вам подскажут. Вы знаете, извините, перебью вас, они в Германии живут оба. Они в Германии живут, да. В Германии у меня никогда не было, я не знаю, я думаю, что там неплохая медицина, им это подскажут. В общем, то, что говорит, так сказать, консенсус сейчас, что они находятся в группе риска и по возрасту, и по их заболеваниям, и поэтому, если они получат вирус, не дай бог, то они будут в реальной опасности, которую мы можем спорить сколько процентов, но будет реальная опасность. Что делать? Во-первых, я бы убедился, что у них хороший уровень витамина D. Это очень просто. Хороший уровень это от 50 до 70 нанограмм и будут с наномолями. Очень просто, очень дешево. С витамином С для человека после рака или лечения рака я бы не употреблял, не посоветуюсь с врачом. Все остальное цинк, кверсетин на ограниченное время. Может быть, другие вещи. Я не знаю, как врачи смотрят на айвермектин. Я не знаю, как они смотрят на хлороквин вместе с цинком. Это варианты. Мы здесь еще используем, как я сказал, витамин Е. Теперь, я понимаю, что вас интересует вакцина. Я бы сказал, что я их не знаю, но в общем, это не рекомендация конкретным людям, но общее соображение может быть, что риск не вакцинироваться выше, чем риск вакцинироваться. При этом нужно понимать, что потому, что я вижу, есть риск с вакцинацией и риск аллергии, и риск побочных эффектов в этом возрасте с такими побочными явлениями. И это должно быть трезвым рациональным решением. И я желаю вам помощи свыше и здоровья вам и вашим родителям. Спасибо вам огромное. Вы знаете, мы в целом в лагере провакцинирующихся. Тут был вопрос, знаете, скорее больше, а стоит ли, может быть, выжить какое-то время, потому что у мамы, например, вопрос с ее болезнью начался буквально в августе, и вот сейчас она еще в процессе лечения. То есть у нее сейчас уколы раз в месяц, и она на медикаментозном лечении, но вот основная фаза химиотерапии прошла. И вот тут вопрос у меня скорее временном. Подождать, выждать, когда будет какое-то укрепление и пройдет процесс выздоровления, будем надеяться, или в общем-то в этой фазе в целом тоже можно идти вот тут. Но, наверное, это очень точечный вопрос. Я вас чересчур перегружаю, наверное. Я рад. Вопрос замечательный, но просто только лечащий врач может на него ответить. И опять же, с одной стороны, как вы сказали, может быть, можно и подождать, но не забывайте, что во время лечения рака подавляют иммунную систему. Если, не дай бог, она подхватит вирус сейчас, то ее риск будет намного выше. Вот такие вопросы решают врачи, лечащие врачи, и я думаю, что это комплексное решение. Один из вопросов был «Покажите, пожалуйста, последнее лекарство». Огромное спасибо. Какое последнее лекарство? Я не показывал никаких лекарств. Может быть, вот NAC. NAC, наверное. Это последнее лекарство? Да. Я думаю, что да. Да. И меня спрашивают, кошерно ли, во-первых, это не продукты, это да, кошерное, есть знак кошрута, triangle K. Вот, но, опять же, так как у этого вы глотаете, у этого нету вкуса, и мы находимся в пандемии, что для людей, которые живут в России, опять же, я не раввин, но я бы не очень волновался по вопросам кошрута, если есть опасность, и это таблетки, которые глотают. есть даже мнение, что это не является едой, так как я не видел, я слышал, что такое бывает, но нормальные люди не устраивают, так сказать, обед на таблетки, я думаю, что в этом большая проблема. Это хлорелла, на ней нет кашруты, но это органическая вещь, без каких-то добавок, и опять же, это глотает, у нее нет вкуса, и поэтому я это использую. Пожалуйста, если есть у кого-то еще вопросы, пожалуйста, с радостью. Есть кто-то, желающий написать, сказать. Пока вопросов, вопросов нет пока что. Замечательно, спасибо большое, и всем крепкого здоровья, и, вы знаете, когда бывает такое непростое время, то его можно использовать, чтобы, так сказать, поднять себя, чтобы улучшить себя, и даже, когда у человека бывает больше времени, бывает, особенно раньше было, когда люди сидели в локдаунах, и, может быть, даже сейчас есть, люди вдруг сидят дома, у них больше времени. Не забывайте, что Раф Файнштейн говорил, что обязанность отдавать десятину, так сказать, десятую часть дохода на пожертвования хорошие, благородные цели относится и ко времени. Если у вас есть время, сейчас больше поделитесь с другим. Всегда есть люди, которым нужно внимание, которые изолированы, которым нужна поддержка. Можете это использовать, чтобы учить тору с другими людьми, чтобы помогать другим людям. Это не обязательно должны быть деньги. И я уверен, что этот период пройдет, и Еббеседр, как говорится, будут лучшие времена. Спасибо. Спасибо огромное, Ария. Только остается добавить себе много здоровья, настроения, хорошее, что было. Наверное, это очень-очень важно сегодня, когда окружают нас всякие разные чипирования, другие новости, которые призваны, наверное, только расшатывать личность и никак ее не укреплять. Как всегда, хочу пожелать всем много здоровья, до скорых встреч. Если у вас есть какие-то пожелания, комментарии, вопросы, пожалуйста, присылайте нам. Мы постараемся уже в оффлайн или, может быть, в полу-оффлайн режиме ответить на них. Спасибо еще раз, Ария, за ваше время, за то, что вы делаете. Напоминаю всем, кто не знает, Ария Марголин пишет каждую неделю нам статьи в журнал и старается делать уроки Торы. Пожалуйста, на нашем канале Хафетсхайм можете найти и это видео тоже вы можете найти вот там же. Делитесь с друзьями, не стесняйтесь, возможно, в ваших руках спасти еще одну жизнь и, в первую очередь, как говорится, свою жизнь в хорошем смысле слова, да, и, возможно, это видео поможет и другим людям. Спасибо всем огромное, спасибо, Ария, вам, приятного времени суток, приятного дня вам и приятного вечера всем. Спасибо огромное. Спасибо. Огромное спасибо за точечные ответы и внимание. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok